всем добрый день сегодняшнем ролике я бы хотела ответить на такой вопрос вопрос такой составлен из множества ваших комментариев и однотипных вопросов которые периодически возникают у меня на канале а именно как не навредить себе во время реабилитации а именно после операции вот в этот после операционный период сюда относятся вопросы например можно ли мне делать те или иные упражнения можно ли мне сгибать колено там настолько-то градусов столько-то месяцев после операции либо через месяц после операции насколько можно согнуть колено либо можно ли мне делать вот этот ваш комплекс упражнений и так далее, да, то есть ответ на вот эти вопросы, как не навредить себе в послеоперационный период, во время, когда вы восстанавливаетесь, здесь я перед роликом подумала, да, как наиболее четко и ясно выразить свою мысль и как поместить вот все, что у меня есть в голове, да, то множество советов, которые я могла бы вам дать, как поместить в максимально краткое изложение. Так вот, отвечая на этот вопрос, как себе не навредить, я бы хотела вам просто озвучить два пункта. Первый пункт, который я бы хотела выделить, это слушайте то, что вам говорит ваш врач. Если врач сделал операцию, да, там, либо была травма, я не знаю, поставил ортез, тутор и так далее, если после, значит, своей работы врач дал вам какие-то рекомендации и, например, вот четко вам сказал, что неделю вам нельзя делать упражнение, либо две недели вам можно делать только вот это, да, полностью не наступайте на свою ногу в течение трех недель, то есть это четкие, четкие советы со стороны врача, то вам нужно следовать этим рекомендациям, но в большинстве случаев, я вам скажу, это 80-85% всех послеоперационных случаев врач не дает никаких рекомендаций и пациент уже здесь начинает додумывать сам, то есть, а можно ли мне делать то, а можно ли мне делать вот так вот, тогда как ему на самом деле можно делать все, то есть ограничений никакого не было дано. А если врач ничего вам не сказал, да, после операции, либо после травмы в травмпункте, то это означает только одно, что у вас нет ограничений, что вам можно делать, в общем-то, реабилитацию в полной степени, так как это нужно делать без всяких ограничений, и, соответственно, вы себе не навредите. Это первый пункт, да, вот это все, что касается рекомендаций врача, но не додумывания, вот эти все наши додумывания, а можно или нет, а четкие рекомендации со стороны врача, которые он вам дал, вот, когда он вас увидел. И второй пункт, второй пункт такой, наверное, с моей точки зрения, вот из всего, что можно выбрать, да, как себе не навредить, вот второй пункт, это, наверное, будет наиболее правильный случай, когда пациент, человек восстанавливается сам дома, и когда у него нет никакого надзора со стороны врача, либо со стороны реабилитолога и так далее. Так вот этот второй пункт, это всегда слушайте свое тело, слушайте свое тело, а именно, а именно, когда вы делаете упражнение, то или иное упражнение, неважно какое упражнение, да, ваша боль, ваше тело, вернее, ваше тело, оно само вам всегда подскажет, правильно ли это упражнение, либо нет. Боль при выполнении упражнения, она не должна превышать первых признаков проявления боли на лице. Есть шкала боли от 0 до 10, да, в период реабилитации мы ее используем очень часто. 0 совсем никакой боли, 10 максимально возможная боль. Все хронические боли, это от 1 до 3, это такие, боль, которая вроде бы есть, а вроде бы ее нет, вот как-то вот, вот где-то там минимально. 4, 5, 6, это уже боль, которую вы ощущаете. 5, 6, 5, 6, 7, это боль, первые признаки боли на лице. 8, 9, это когда вы обращаетесь в скорую помощь. Так вот все упражнения, которые вы делаете, слушайте, как реагирует ваше тело, как реагирует ваш сустав. Боль не должна превышать 5, 6, по шкале из 10, это первые признаки боли на лице. Если вы делаете упражнения, и у вас совсем никак ничего не болит, то, соответственно, эти упражнения, они слишком слабые для вас. Если вы делаете упражнения, и у вас сильная боль при этом, ну прям, что вы, не знаю, там, вот вы плачете, да, или там текут слезы, или больно, то это слишком сложное упражнение. То есть боль должна быть, но она должна быть такой вот, первые признаки проявления боли на лице и вы можете делать все ваши упражнения плюс плюс что я хотела сказать да после упражнений боль не должна превышаться не должна оставаться более чем на 30 минут то есть вы выполнили ваши упражнения по шкале там боль 5 из 10 после выполнения ваших упражнений боль сохраняется но она уходит в течение 30 минут одного часа максимум то значит ваши упражнения правильные и вы никак не навредите вашему суставу да значит делайте эти упражнения выполняете реабилитацию выполняете то что вы делаете еще я здесь хотела бы дать такой небольшой уже совет в конце это всегда задумывайтесь о том что когда вы что-то не делаете не делаете то риск того что вы больше навредите больше навредите при этом суставу он как бы больше присутствует чем тот риск когда вы что-то делаете и может быть не очень правильно вы делаете я хочу сказать что совсем ничего когда вы не делаете в то время когда можно делать было то последствия вот этого негативного эффекта не дело не я того что вы защищаете свой сустав не делаете реабилитацию не используете сустав не наступаете на ногу вот этот риск он я скажу даже многократно превышает тот риск который вот в случае если вы сделаете вдруг что-то какое-то движение да и может быть там не совсем можно было это движение делать поэтому вот вот такие мои мысли оставляйте свои комментарии надеюсь вам пригодится мои советы всем хорошего настроения всем пока пока